Снег в Сахаре И вот эти неприятные явления, которые являются разрушительными, они становятся все более и более частыми. Такие катаклизмы являются последствием повышения температуры. Из-за таяния ледников мировой океан повышает свой уровень, провоцируя наводнения и прочие волнения природы. Татарстан и Казань находятся в безопасности от подобных угроз. Однако влияние глобального потепления на них все же оказывается. В 2010-й год у нас был, у нас температура доходила до 39 градусов. 39 градусов – это совсем не наша температура. Это почти максимум возможной температуры. Когда много дней стоит такая температура, это очень плохо. У нас есть данные метастатистики, которые показывают, что в 2010 году произошел всплеск смертности среди пожилых людей. Проблема глобального потепления уже изучается профессионалами. Но на данном этапе работы происходит лишь ее сдерживание и замедление. Пути решения этой проблемы пока нет. Глобальное потепление также влияет на погоду зимой. Температура в Казани в ближайшие дни будет выше нормы. Казань находится в Красной области. Что это означает? Это означает, что на ближайшие декады, то есть на 10 дней, до 24-го, в среднем, температура будет все-таки выше нормы. И выше нормы на 4 градуса. Вот сейчас она должна быть у нас минус 12 градусов, значит будет порядка 8 градусов. Серьезные изменения температуры в глобальном масштабе не скоротечны. По прогнозам, средняя температура Земли повысится на полтора градуса только за 100 лет. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин